Как известно, зима в Сибири наступает неожиданно, поэтому не все ответственные лица подготавливают веренные им объекты вовремя. Поэтому жалобы на холод в квартирах, лед на стенах и прочие зимние проблемы поступают к нам в редакцию регулярно. По улице 9-й гвардейской дивизии, 16-й дом, с начала отопительного сезона постоянно идут какие-то перебои с отоплением. Батареи практически холодные, в домах, квартирах безумно холодно. Плюсом ко всему, сегодня на улице минус 31 градус, у нас отключена горячая вода. Конечно, нас предупредили о том, что какая-то аварийная ситуация возникла. Но эта ситуация у нас возникает на протяжении этого отопительного сезона практически стабильно раз в неделю. К сожалению, сценарий рассмотрения подобных жалоб практически всегда один. Управляющая компания заявляет, что виновата СГК, а в Сибирске генерирующие компании утверждают, что температуру они не снижали, пусть разбираются со своей управляющей компанией. И, кстати, в большинстве случаев они правы. Здравый смысл подсказывает, что если весь жилмассив отапливается от одной ТЭЦ, а в соседних домах разная температура, то что-то недоработали как раз коммунальщики. Но в любом случае следует разобраться. А что же делать жильцам, пока идут разбирательства? Первое – это вызвать представителя вашей управляющей компании и составить акт. Многие будут удивлены, но вообще-то температура в наших квартирах не должна опускаться ниже 20 градусов даже в трескучие морозы. Поэтому пусть вам сделают перерасчет. Зачем платить за ту услугу, которую вы не получили? Сильно сэкономить на отоплении вам, возможно, не удастся, но если это сделают все жильцы, то управляющая компания получит меньше денег, а ее руководители, возможно, задумаются о текущем ремонте. И напоследок о рекорде. Что делают жильцы, когда на улице мороз, а батарея холодная? Правильно – включают обогреватели. Именно поэтому 11 декабря в 18 часов был достигнут абсолютный рекорд по потреблению электричества в Новосибирске. В этот момент времени мы потребили 3044 мегаватт электроэнергии. Среднесущая температура в этот день была 28,8 градусов. Последний раз такой рекорд был достигнут в 1990 году при практически такой же температуре. Похоже, глобальное потепление зимой не работает, как и отдельные представители нашей коммунальной службы.